Глубоко уважаемый президент, глубоко уважаемые коллеги, поскольку сегодня день памяти Михаила Ильича Гершиновича, то готовясь к данной презентации, которую я до этого докладывала, хотелось бы отметить, что когда Михаил Ильич пришел на отделение, их всего было три. И вот на одном из отделений одновременно проходили лечение и больные раком молочной железы, и больные раком прямой кишки. И хотелось бы сказать, что это две локализации, доступные для пальпации. И позвольте, учитывая, что всего 15 минут для отражения тех вопросов, которые я хотела бы затронуть, мы на этих двух локализациях, пожалуй, и остановимся. Рак молочной железы, местно распространенный, это условно неоперабельная опухоль. И сейчас уже не вызывает сомнений терминология, что неодевантная терапия, это предоперационная терапия, которые большей частью подлежат обухоли Т3 и Т4, независимо от количества метастазов лимфатических узлов и их поражения, а также любая Т при наличии значимого количества пораженных лимфатических узлов. Воспалительная форма и инфильтративная отечная форма рака молочной железы. Также не вызывает сомнений тот факт, что благодаря неодевантному системному лечению мы уменьшаем объем хирургического вмешательства, вплоть до выполнения органосохраняющих операций. Неодевантные лечения – это универсальная модель для изучения лекарственных средств, позволяющих в короткий срок определить чувствительность новых лекарственных препаратов. Кроме того, представленные оксфордские обзоры и другие метаанализы четко показывают, что эффективная неодевантная цитотоксическая терапия эквивалентна проводимой одевантной терапии. По показателям общей и безрецидивной выживаемости. И тот факт, который уже сейчас не вызывает сомнений, что планирование предоперационного системного лечения должно учитывать биологический по тип опухоли. Мы вчера достаточно много говорили и подробно разбирали исследование Картазар, где четко отмечено, что корреляция между достижением полного патоморфологического ответа в опухоли-лимфатических узлах коррелирует с увеличением показателей общей безрецидивной выживаемости для хер-2-позитивного рака молочной железы и трижды негативного. Безусловно, важный вопрос, который возникает, каким методикой мы пользуемся для определения размеров опухоли до проведения хирургического лечения. В рутинной практике мы используем эмографию, УЗИ. В нашей клинике мы ее используем вместе с соноластографией. Методика, которая широко используется в нашем институте, это МАМА-осцинтиграфия, которая позволяет в достаточно ранних этапах определить чувствительность опухоли к проводимому неодевантному системному лечению. Сейчас достаточно широко, и это подтверждено результатами, используется магнитно-резонансная томография для оценки в динамике размеров очагов опухоли на фоне проводимого неодевантного лечения. И те результаты, которые были представлены на АСКО в 2015 году, по качеству диагностики после проведенного неодевантного лечения, подтверждают, что именно МРТ обладает не только высокой чувствительностью, но и, самое главное, достаточно высокими показателями специфичности. Сейчас мы четко понимаем, что существует опухоль, которая отвечает на проводимое системное лечение, то есть мы достигаем полного регресса, полного отсутствия опухолевых клеток, либо, возможно, клетки карцинома ин-ситу. Все остальные, по сути, степени мы используем по Миллер-Пен, не имеют значения, мы просто имеем остаточную опухоль. Достаточно, на мой взгляд, интересное исследование о роли КИ-67, о нашей рутинной практике, пожалуй, это наиболее возможно для применения маркер, показывает, вот исследование, которое было опубликовано в 2013 году, у него было включено около 2000 пациентов, из них, у этих пациентов был достигнут полный патоморфоз у порядка 500 больных, и, соответственно, отследили в динамике маркер КИ-67 на фоне проводимой неодевантной химиотерапии. И что было показано? Что показатели общей безрецидивной выживаемости, независимо от статуса рецепторов эстрогенов, были хуже при увеличении маркера пролиферации КИ-67 выше 35%. Теперь о местно распространенном раке молочной железы. Сейчас мы уже подходим, и это все чаще используется в нашей рутинной практике, что для определения ответа на проводимую неодевантную гормонотерапию мы используем маркер КИ-67, динамику которого определяем по данным трепан-биопсии на фоне проводимой неодевантной гормонотерапии. По данным голосования Сангалина, минимальное количество времени проводимой гормонотерапии должно составлять не менее 6 месяцев. Так вот, сейчас показатель КИ-67, снижение этого показателя, является значимым критерием определения дальнейшей тактики ведения данной категории больных. Но есть еще одна возможность определения эффективности предоперационной гормонотерапии шкала ПЭПИ, которая включает не только размеры опухолевого узла, статус лимфатических узлов, но и динамику КИ-67, а также статус рецепторов эстрогенов и прогестерона. Следующая категория больных, которых для меня, я думаю, не только для меня, составляет достаточно большую проблему выбора тактики лечения, поскольку это очень гетерогенная популяция, особенно споры возникают при введении больных с БРС-мутацией. Исследование, проведенное на определенной группе больных, с трижды негативным раком молочной железы, которые в неодеванте получали комбинацию бивоцузумаба по клитоксела, не эпигелированного липосомального доксурбицина в комбинации с карбоплотином и без него, показало, что у больных с трижды негативным раком молочной железы, особенно с БРС-мутацией и отягощенным семейным анамнезом, полный патоморфологический ответ приближается практически к 100%, составляет 80%. И в нашем исследовании было показано, мы изучили эффективность неодевантной химиотерапии алкилирующими агентами, это такие же ДНК-повреждающие агенты, тот же самый циклофосфамид. Мы использовали комбинацию ТЦ-доцитоксела с циклофосфамидом и комбинацию доцитоксела доксурбицина и циклофосфамида, и было показано, что именно у больных с БРС-мутацией высокая частота достижения полного патоморфоза по сравнению с обычной группой больных. Но вывод, который был сделан в 2014 году, то, что действительно больные с БРС-мутацией это пациенты, относящиеся к категории при трижды негативном раке молочной железы с высоким предиктом достижения полного патоморфоза. Дальше, хорошо. Были опубликованы результаты еще одного исследования, куда вошли больные с трижды негативным раком молочной железы с БРС-генотипированием по определению первого и второго типа. И было показано, что безрецидивная выживаемость была достаточно высокой у больных с диким типом без отсутствия носительства мутации БРС. А у тех пациентов, несмотря на высокий патоморфоз, высокая частота рецидивирования. То есть происходит совершенно взрыв в сознании. Казалось бы, достигается высокий патоморфоз, но при этом ухудшаются показатели безрецидивной выживаемости в общей популяции больных с трижды негативным раком молочной железы. Проанализировали, пусть это небольшая группа больных, но мы пока не имеем больших данных. Оказалось, что у больных с БРС-мутацией также хуже показатели по общей выживаемости. По сравнению с больных с трижды негативным раком молочной железы, который хорошо реагирует на препараты платины. Поэтому вопрос по-прежнему остается. Да, больные с БРС-мутацией – это предикт достижения высокого патоморфоза, но как это отразится в будущем на показателях общей безрецидивной выживаемости, по-прежнему остается вопросом. Местный распространенный рак молочной железы, ХЕР, два позитивные. Да, для меня достаточно не совсем понятная ситуация, хотя есть исследование NOAH, которое показало, что больные, получающие предоперационно и послеоперационно терапию, таргетную терапию тростозумабом, имеют лучшие показатели достижения полного патоморфоза как в самой опухоли, так и в лимфатических узлах. Причем это отразилось на показателях безсобытийной выживаемости, несмотря на то, что большая категория больных перешла в кроссовер, когда было подтверждено, что тростозумаб эффективен для больных ХЕР-2 позитивным раком молочной железы. Возникает вопрос, у более чем половины пациентов больных на таргетной терапии неодевантной достигается полный патоморфоз. Так что, этих пациентов, может быть, не надо лечить, поскольку у них достигнут патоморфоз, опухолевых клеток нет. А надо продолжать таргетную терапию тем, кто не ответили. Хорошо, а другая ситуация. Те пациенты, которые не ответили, может быть, у них резистентность на проводимую таргетную терапию тростозумабом, и наоборот, бессмысленно продолжать тростозумаб, а нужно проводить тростозумаб до года тем пациентам, которые достигли полный патоморфоз. Пока мы не нашли ответа, мы не найдем в ближайшее время, пока не будут опубликованы исследования, и по-прежнему остается год суммарно для больных, которые получают неодевантно тростозумаб, и в одеванте, суммарно год. Ну и буквально несколько слов о раке прямой кишки, достаточно интересной локализации, для которой также актуально МРТ-стодирование. И сейчас уже четко определено, что химиотерапия в комбинации с лучевой терапией является стандартом для лечения местно распространенного рака прямой кишки. Выработаны четкие стандарты, определяющие тактику и необходимость проведения химии лучевого лечения в зависимости от интактности мезоректальной фасции. Я дошла интересные данные, пока готовилась к сегодняшнему дню, что комбинированное химио-хирургическое лечение уже использовалось, начиная с 1973 года, вне онкологии, холдином. И уже тогда была определена важная роль 5-фторурацилом, как радиоиндуцирующего препарата. Большое количество исследований показано, хотя вот для рака молочной железы мы уже получили корреляцию, что полный патоморфоз является значимым показателем, то тут добавление, например, оксалиплатина, сейчас это показано, что это важный препарат для лечения больных раком прямой кишки для неодевантной терапии. Однако добавление оксалиплатина не отразилось на частоте увеличения полного патоморфоза в исследуемых группах. Однако показатели по безрецидивной выживаемости свидетельствуют, что добавление оксалиплатина к препаратам 5-фторурацила в комбинации с лучевой терапией значимо повышают показатели безрецидивной выживаемости. И это также отразилось в стандартах, которые представлены за 2015 год, что рекомендуется комбинация 4 цикла полфокс с капоксом, дальнейшая лучевая терапия плюс капицитабин, затем проводится оперативное лечение и последующая неодевантная терапия. Но сейчас мы подошли, и это четко прозвучало на АСКО, появилась терминология тотальная неодевантная терапия. То есть проводится химиотерапия, далее химиотерапия в комбинации с лучевой терапией, хирургическое лечение, и далее для больных высокого риска, в зависимости от носительства тех или иных мутаций, определяется тактика. Но одевантная терапия уже не проводится для данной категории больных. И теперь возникает вопрос. Действительно, достижение полного патоморфоза – это триумф для врача или трагедия для пациентки, которая так или иначе теряет свой орган? Благодарю за внимание. Один вопрос Татьяне Юрьевне. Татьяна Юрьевна, неодевантная терапия в эпоху уже генетических исследований, генетической онкологии, может быть, вообще этот термин через 10 лет отпадет как таковой? Куда он отпадет? Вообще не будет операции. Вообще его не будет. То есть не будет... Неодевантного лечения. А что будет? Просто лечение лекарственное. Без хирургического лечения? Да. Ну вот вопрос очень хороший. Пока мы не будем иметь достаточно четких методик диагностики достижения полного патоморфоза, коррелирующего с результатами исследований, мы не сможем отказаться от хирургического лечения, потому что мы не будем знать степень регресса и ответа опухоли на проводимое лечение. То есть еще лет 10 живем с этим термином. Спасибо. Спасибо. Поблагодарим. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok